добрый вечер мои слушатели мои зрители мои подписчики сейчас я задену очень интересную тему так как бы мимоходом очень интересные вопросы возникли в последнее время но прежде всего есть такой автор жжи руси он написал такой панфлет гомо деметик 15 июня новосибирец очень человек программист первая его профессия при этом дисциплина ума делает очень талантливый литератор он такие панфлеты прописывает о том к чему привел страну еврейский путинизм но суть как бы ладно это первое суть в том что он практически просто шуточно повторяет вот эту вещь то есть тоже человек пишущий под фамилией конечно сергей кренберг другая его фамилия это атомщик не знаю это забыл по фамилии ну в общем не пишет много-много очеркнуть именно анализирующих первую мировую падение российской империи вторую мировую сергей кренберг а реально фамилия вики там где-то есть другая я интересовала книжка о первой и второй мировой войнах вот он сколько книжек настругал 51 года рождения человек вышел на пенсию это свободное время привоз начал исследовать исследовать историю я сейчас почитываю книжечку зачем убили сталина сейчас скажу какую про первую мировую россия германия приказано строить а вот он вот он отверстия ну и в частности вот возник такой эпизод я не зачитаю на одном из дежурств по полку граф только что вышел в гвардейский поляргарский полк ко мне приближал дежурный интер офицер по его нестройной команде с младенем возле доложил что александр иванович померли александром ивановичем все от рядового до командира полка величали старого бородатого фельдфебеля что сделал часами гневальным поворот и исправно отдавая честь им проходящим откуда же пришел нам александр иванович оказалось в начале 70-х годов напоминаю этот 19 век печи в полку неимоверно дымили никто не мог с ним справиться и какой-то военный округ прислал нам полк печника из еврейских кантомистов были такие воспитанники обязаны позже отслужить ашанского при нем печи горели исправно а без него дымили все это твердо знали и в обход всех правил и законов задерживали ашанского полку давая ему мундир звания видали отличие от достоверсрочной и беспорочной службы и вот и он стал так следующий абзац просто курорт я никак не мог предполагать того что произошло в ближайшие часы полковым воротам подъезжали роскошные сани и кареты из которых выходили нарядные элегантные дамы и мехах солидные господа в цилиндрах все они пробирались к подвалу где лежало тело Александра Ивановича оказалось этого никому не могло прийти в голову что Фебель Ашанский много лет стоял во главе петербургской еврейской общины на следующее утро к полудню полковой манеж принял необычный вид кроме всего еврейского Петербурга сюда съехались не только все наличные офицеры полка но и многие старые коллергарды во главе со всеми бывшими командирами полка это напоминаю гвардейский коллергарский полк не тяплят не какой-то там задрытый в гроб Александра Ивановича аристократический военный мир так перемешался с еврейским торговым финансовым после речи Рогина гроб старого кантониста подняли шесть бывших командиров полка таков был торжественный финал старой истории о Дмитрии то есть это книжечка которую я читал ну скажем так о глубоком юности вот она 50 лет в строю тогда она не шибко как бы издавалась но была редкой ее пять томов то есть это вот четвертая книга я специально нашел на полке да сверился то есть Игнатий в своей книжке видит забавный курьез это вот уже автор ссылается на Игнатия но дыма как известно без огня не бывает ну и к тому что Россия не в семнадцатом году доивнулась ребят привнулся она намного раньше во главе Ленская золото промышленного товарища помните Ленский расстрел сын барона ездили один и другим Гораций и сын Гораций любили ну а за 7 я скажу так что когда я работал на телестудии в своем родном комсомольске то фамилия директора мы крестили было один вот Киев Карифан который сидел на телевизорном москве тоже он был близко вот и все думайте сами поэтому все что сейчас Россия Германия приказана стравить Россию Украину и так далее не будьте долбоебанными пожалуйста думайте чешите репа читайте книги умных людей и так далее до свидания